Здравствуйте, ребята! Сегодня на занятии мы поговорим с вами о звуках Р и Р. Как рычит большой взрослый тигр? Как рычит маленький тигр? Звук Р, он согласный, твердый, а звук Р, он мягкий. Тормально сказала ли? Например, в слове роза звук Р твердый. В слове шарики звук Р мягкий. А теперь повторяем за мной. Ра, 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 Рама, Радуга, Гора. Еще раз. Ро, 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 Ра, Рама, Радуга, Гора. Ро, 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 Роза, Родина, Ведро. Ри, 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 Рис, Рисунок, Снегири. Ри, 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 Рис, Рисунок, Снегири. Молодцы! Прекрасно справились с заданием. А сейчас мы с вами поможем Рите и Роме собрать игрушки, которые они разбросали. В синюю коробку мы сложим игрушки, в названии которых мы слышим твердый звук Р. В зеленую коробку мы сложим игрушки, в названии которых мы слышим мягкий звук Р. Фонарик мы положим в зеленую коробку, потому что слышим звук Р, мягкий звук. Грузовик. Грузовик в какую коробку мы сложим? Грузовик мы сложим в синюю коробку, потому что в слове грузовик слышим твердый звук Р. Матрешка. Матрешку. В какую коробку мы сложим? Матрешку мы положим в зеленую коробку, потому что в слове матрешка слышим мягкий звук Р. Пирамида. Пирамиду мы кладем в синюю коробку, потому что в слове пирамида мы слышим твердый звук Р. Шарик. Шарик мы кладем в зеленую коробку, потому что в слове шарик мы слышим мягкий звук Р. Ведро. Ведро мы кладем в синюю коробку, потому что в слове ведро мы слышим твердый звук Р. В синюю коробку мы сложили игрушки с твердым звук Р. Пирамида. Ведро. Грузовик. В зеленую коробку мы сложили игрушки, в которых слышим мягкий звук Р. Шарик. Фонарь. Матрешка. А сейчас мы с вами попробуем нарисовать дом для Риты и Рома, в котором они потом будут жить. Нашему дому не хватает крыши. Еще мы пририсуем трубу, забор, дверь, крыльцо, береза, куст розы и дорожку к нашему дому. Замечательный дом получился, я думаю, что Рита и Рома обрадуются. Рита и Рома любят пить чай с вареньем. Персиковое варенье и смородиновое варенье. Давайте попробуем угадать, какое варенье любит Рита. Рита любит не персиковое варенье. А значит, какое? Правильно, Рита любит смородиновое варенье. Какое варенье выберет Рома, если он не любит смородиновое варенье? Значит, Рома выберет персиковое варенье. Молодцы, ребята! На этом наше занятие подошло к концу. Попробуйте вспомнить пять слов из нашего занятия, в названии которых есть звуки Р или Р. И попробуйте с этими словами составить предложение. Спасибо за внимание и до новых встреч!